Высота стола. Стол является центральным предметом мебели как в профессиональном, так и в приватной повседневности. За ним ведутся переговоры, за ним играют и, разумеется, едят. А дизайнеры мебели готовы предлагать все новые и новые идеи, чтобы в буквальном смысле сделать для потребителя вкусными как круглые, так и прямоугольные обеденные столы. Нормальной для обеденных столов может считаться высота 60-70 плюс-минус несколько сантиметров. При этом подразумевается, что за обеденным столом будут сидеть и на правильном, так называемом, обеденном стуле. Высота стола и стула при этом должны подходить друг к другу, обычно в обеденных группах, высота стула рассчитана к высоте стола. Хотя сидящие за столом имеют разный рост и разные размеры, каждый из них должен на протяжении продолжительного времени испытывать во время застолье чувство комфорта. А это возможно тогда, когда расстояние между столешницей и поверхностью стула составляет порядка 30 сантиметров. Что же касается выбора круглого или прямоугольного обеденного стола, то это зависит не только от вкуса владельцев, но и от имеющегося места в комнате, а также от других предметов обстановки в помещении. Круглый или прямоугольный обеденный стол. Важно, обустраивается ли все помещение как столовое, или в комнате предусматривается только обеденный уголок. При этом столовая с прямоугольным обеденным столом почти всегда подразумевает единство обстановки, сочетаясь с остальной мебелью с прямоугольными очертаниями. А вот обеденный уголок с круглым столом, наоборот, выглядит отдельной, ограниченной зоной общего помещения. Обычно такой уголок обустраивается в комнате, которая используется не только для приема пищи. При одинаковом количестве седоков круглому столу требуется большая базовая площадь, чем прямоугольному столу. Для блюд и напитков с соответствующей посудой и столовыми приборами, на одну особу должно приходиться примерно 40 см глубины стола. А между двумя сидящими друг напротив друга седоками расстояние, нужное для комфортной расстановки всего необходимого, должна составлять 20-30 см. Требования к помещению. При использовании обеденного стула с подлокотниками с обеих сторон, для сохранения приемлемого расстояния до соседа сбоку, необходима ширина стола на одного седока примерно 60 см. В пространственном отношении и потребности в площадях, прямоугольный стол оказывается значительно более эффективным и простым, чем стол круглой формы. И стол диаметром в один метр по причине его закругленности значительно проигрывает по рациональности четырехугольному столу такой же площади. Форма воздействует на эмоции. Круглый накрытый стол обычно выглядит более празднично и торжественно, чем сравнимый с ним квадратный или прямоугольный стол. Поэтому для ужина для двоих при свечах принято накрывать именно круглый столик. Сидящие за таким столиком словно получают сигнал, что они собираются не только поесть и выпить, но и пообщаться, а затем еще и получить продолжение. Похожий накрытый также угловатый столик осознанно или неосознанно производит впечатление от того, что гостю после приема пищи следует поскорее освободить место за ним. Зато круглый стол побуждает к общению за ним как можно дольше. Даже если за ним сидит только один человек, он уже выглядит как занятый для своих. Совершенно иначе обстоит дело с прямоугольным столиком. За прямоугольным или квадратным столом, как говорится, гость занимает лишь свой угол. Другие стороны стола остаются свободными. То есть, сюда могут подсесть и другие люди, разрушая уединение и интимную обстановку, которая за столом совсем не помешает. В этом случае создается впечатление занятости не стола, а только одной его стороны или угла. Но при всем этом на вопрос круглый или угловатый может ответить лишь хозяин помещения, принимая во внимание количество седоков за ним и повседневного его использования. Но для ежедневного приема пищи несколькими лицами все-таки значительно более рациональным станет стол прямоугольный. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии к видео. Благодарю за просмотр видео. Подписывайтесь на канал. С вами была Алиса Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok